Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева, Черкесия, в студии Руслан Жукаев. Глава Карачаева, Черкесии Рашид Тимрезов провел совещание по сбору гуманитарной помощи от региона мирным жителям Палестины, оказавшимся в зоне ближневосточного военного конфликта. В судьбах народа Карачаева, Черкесии было много испытаний, и мы очень хорошо знаем, как поддержка, сопереживание и стремление людей поддержать друг друга в трудную минуту помогают преодолеть трудности. Сейчас такая помощь нужна жителям Палестины. Жители Карачаева, Черкесии уже выразили свою готовность помочь и принять участие в сборе гуманитарной помощи для Палестины. «Считаю такое стремление очень важным и полностью его поддерживаю», — сказал Рашид Тимрезов. В работу по формированию помощи активно включились депутаты парламента. Также глава призвал всех неравнодушных жителей Карачаева, Черкесии принять участие в формировании гуманитарной помощи. В рамках работы Единого республиканского штаба по оказанию помощи военнослужащим и членам их семей в Карачаево-Черкесии пройдут мероприятия «Россия. Единство. Победа» в рамках благотворительной акции «Копилка. Победа». Одним из первых в Российской Федерации с начала специальной военной операции главой Карачаева-Черкесской республики было дано поручение создать единый штаб при главе субъекта по поддержке военнослужащих и их семей. Отдельно хочу отметить, что на протяжении осуществления всей своей деятельности единым штабом организовано и проведено довольно большое количество мероприятий. В том числе это благотворительные акции, концерты, ярмарки и иные мероприятия. Следует обратить внимание на то, что одно из таких мероприятий, довольно крупных, значимых, состоится уже очень скоро на территории всех городов и районов Карачаева-Черкесии. В частности, с 17 и 18 ноября, как уже было сказано ранее, во всех городах и районах Карачаева-Черкесии будут организованы и проведены благотворительные концерты. Благотворительные концерты организуются и проводятся в рамках реализации социально значимой акции, инициированной и реализованной, и реализуемой по состоянию на сегодняшний день единым штабом при главе Карачаева-Черкесской республики по поддержке военнослужащих и их семей «Копилка. Победы». В рамках поручения главы государства руководителем Карачаева-Черкесии Рожидом Тимрезовым ранее было принято решение о реализации на территории республики региональной программы модернизации системы школьного образования. Так, в прошлом году капитально отремонтированы 18 школ, до конца текущего года планируют создать 24 учреждения, в следующем еще 14. В начале 2024 года начнется капитальный ремонт двух гимназий Черкеска, 5 и 17. Учащиеся и родители одного из образовательных учреждений региональной столицы сегодня побывали в новом здании, где на время ремонта будет проходить образовательный процесс. Подробности в сюжете корреспондента Артура Мхце. Не так много времени осталось до того момента, когда в здании 5 гимназии Черкеска педагогов и учащихся сменят строители. Уже в начале следующего года в этом образовательном учреждении стартует капитальный ремонт. Будет полностью обновлен фасад здания, затем будут полностью обновлены дверные блоки и оконные блоки здания. После этого будет произведена замена всех внутренних инженерных систем. Это водоснабжение, водоотведение, отопление, электрическая проводка, системы связи, системы видеонаблюдения. То есть все это будет заменено на новое и более качественное. Разумеется, также будет проведена отделка помещений и закуплено новое оборудование. Сделать предстоит многое, поэтому сдача планируется на 2025 год. Всего же в рамках региональной программы модернизации системы школьного образования в 2022 обновлены 18 объектов. Еще 24 должны быть отремонтированы до конца текущего года. И работа по преображению учреждений образования в республике будет продолжена. Что касается педагогического коллектива 5-й гимназии и учеников, уже в январе они должны переехать в новое здание в северной части Черкеска, в центр образования номер 20. А пока для них по территории учебного заведения была проведена экскурсия. Уже около забора, понимая, что здесь постарались предусмотреть все. При проектировании большое внимание уделено как комфорту, так и безопасности. По словам руководителя городского управления образования Сусанны Калмыковой, в 5-й гимназии обучаются более 1 800 человек. Новый центр образования суммарно рассчитан на одновременное пребывание более чем 1 000. То есть при двухсменном обучении никаких проблем после переезда возникнуть не должно. По новым требованиям санитарным у нас на один квадратный метр расчет идет аудиторного фонда. Поэтому даже при большом количестве обучающихся, особенно в начальной школе, мы все помещаемся. Мы продумали транспортную логистику. Сюда будет подъезжать автобус номер 16. Маршрут разработан специально для детей, чтобы они приезжали. Остановка находится возле входа в образовательную организацию. Система безопасности полностью адаптирована для детей. То есть дети будут в безопасных, современных, комфортных условиях обучаться на период капитального ремонта самой образовательной организации. Гимназия номер 5. Разумеется, хотелось услышать и мнение тех, кому на себе придется испытывать новшества. Родителей школьников и самих учащихся. Некоторые из них подолгу задерживались в тех или иных помещениях, видимо, предвкушая скорое переселение. Школа новая, красивая. Думаю, что нашим детям, конечно, здесь будет и удобно, и приятно учиться. Процесс, наверное, обучения тоже будет, конечно, и плодотворным здесь. Все радует, все нравится. Но единственное, что волнует, это как мы будем добираться. Нам обещали, что будут автобусы выделены. Мне самому очень нравится школа, особенно спортивный зал. Очень большой, очень просторный. Мне нравятся сами кабинеты. Там все очень красиво обустроено, мебель красивая. Сами цветовые гаммы этой школы мне тоже очень нравятся. В настоящее время прорабатывается график движения транспорта, как дополнительного городского общественного, так и учебного. Так планируется выделение автобусов для воспитанников начальной школы. К слову, в рамках региональной программы в Черкесске в скором времени начнется капитальный ремонт и 17-й гимназии. На это время педагоги и их воспитанники будут размещаться в 15-м и 16-м образовательных учреждениях города. Артур Мухцелий Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии местами осадки, ведь и дождя в горах со снегом. В отдельных районах сильные в сочетании с сильным ветром до 25 метров в секунду. На реках подъем уровня воды местами до неблагоприятных отметок. В горах сход селий малого объема ночью и утром туман. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура ночью плюс 1-6, в горах минус 4 плюс 1, а днем 11-16 градусов тепла и местами до плюс 9. В Черкесске переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура ночью 2-4, а днем 14-16 градусов тепла. Они подарили красивую и яркую игру болельщикам, а московские судьи признали лучшим бомбардиром, лучшим игроком и лучшим вораторием страны третьего дивизиона, членов их команды. Весь 2023 год футболисты Карачаева-Черкесского клуба «Нарт» показывали и доказывали свое мастерство и превосходство, выиграв матчи в начале сезона в зоне ЮФО и СКФО, а затем и на всероссийском уровне. Так обновленная футбольная команда из Черкеска вернулась из Сочи, где стала вице-чемпионом финального этапа соревнований России среди мужчин. Победители с песнями, танцами и различными угощениями встречали на границе Ногайского района и Ставропольского края. Алла Качеева подробнее. Вот они, лучшие нападающие, защитники, полузащитники и вратари. Немного уставшие, чуточку грустные, но довольные ребята-футболисты выходят из автобуса, где их ждут с утра на границе Ногайского района со Ставропольским краем с музыкой и национальными угощениями. Еще бы, такого результата у игроков Карачаевой-Черкесии не было. Среди 86 команд из 9 регионов России нартовцы стали вторыми. Мы выиграли в Сочи 4 игры и вот вчера мы проиграли 1-0. Но мы забрали все, что у них есть. Мы забрали лучшего вратаря. Москва определила, что лучший вратарь – это игрок нарта. Лучший игрок сезона России тоже определила Москва, и это сделали Абедокова. Лучшего нападающего тоже сделали Нарт, это тоже Абедокова. Мы 10 голов забили и 3 гола пропустили. Ну, это о чем-то говорит, и говорит о том, что это настроение, бой, характер. И то, что мы дали слово и главе республики, и болельщикам, что мы докажем, что мы будем играть, что мы эту зону выиграем. Я считаю, что за 20 лет и за возрождение футбольного клуба мы выложились на все 100. Так, в финале Нарт из Черкеска встретился с командой КССС из Кирова-Чепецка. Игра получилась зрелищной, яркой и завершилась минимальной победой 0-1 в пользу наших соперников. По итогам турнира обладателем индивидуальных наград стали два игрока Карачева-Черкесского футбольного клуба Нарт. Лучшим вратарем признан Александр Дьяченко. Лучшим бомбардиром и лучшим игроком Вадима Бедоков. Тренер голкипера Дьяченко с гордостью рассказывает, что занимался с ним около полугода и результат не заставил себя долго ждать. Проявил себя очень трудолюбивым парнем, отзывчивый. В общем, прикладывал усилия, ну и своей игрой, своим отношением, профессионализмом он доказал на всю Россию, что он является лучшим вратарем в третьей лиге. Нартовцы не собираются останавливаться на достигнутом. Ребята мечтают играть в премьер-лиге в составе своей любимой команды. Ну а секрет успеха у каждого свой. Тренироваться, усердно тренироваться и желание. Я думаю, все кроется в таланте. Ну, больше стоит. А так тренироваться тоже стоит. Заместитель министра физической культуры и спорта Карачева-Черкесии Мурат Агиров поблагодарил футболистов за красивую и яркую игру, за кропотливый труд, хорошую технику и победы. За выход в финал они выиграли двукратных чемпионов данной лиги. Вот, ну, это второе место, но для нас тоже победа. Я хотел бы поздравить всех любителей футбола у нас в республике. Действительно, возрожденная команда «Нар» оправдала все наши надежды. Даже, ну, как сказать, перевыполнили свой план. Мы не ожидали такого результата. Это результат у нас в республике впервые. Мы заняли второе место среди 86 субъектов третьей зоны, ну, третьей лиги. Поэтому это шикарный результат. Я надеюсь, уверен, что будущее у нашей профессиональной команды «Нарта» очень огромное. Сейчас футболисты «Нарта» будут отдыхать и набираться сил. А в следующем году вновь будут покорять футбольную вершину страны во втором дивизионе. Алла Качива, Ренат Муков, Вести Карачева, Черкесия, Ногайский район. Накануне во многих странах отмечали День доброты и очередную годовщину Дня слепых. Компания «Русгидро» постоянно участвует в благотворительных проектах во всей России. Региональный филиал организации традиционно проводит акцию «Книжка в подарок», передавая комплекты специальных изданий для слабовидящих детей. Очередная партия прибыла в дошкольное учреждение «Черкеска Журавлик». Тактильные вставки из различных материалов, четкие контуры изображений, яркие рисунки позволяют ребятишкам лучше узнать мир. Кроме того, в подарочные наборы вошли волшебные карандаши, помогающие воспроизводить тексты и музыкальные фрагменты книг. Мы всегда ждем таких гостей, особенно вот эти книги «Волшебный карандаш». Детки очень любят, мы уже повзрослели на этих книгах. Они с интересом читают. Потом, когда они раскрывают эти книги, у них не только развивается мышление, моторика пальчиков. Они с интересом смотрят книги. Это волшебство, в которое они окунаются. Компания «РусГидро» совместно с благотворительным фондом иллюстрированной книжки для маленьких слепых детей является участником благотворительной программы «Книжка в подарок» уже 16 лет. В этом году в рамках Всемирного дня доброты 21 регионов нашей страны, от Кавказа до Камчатки, компания передала в специализированные учреждения 272 комплекта развлекательных обучающих книг для маленьких слабовыдящих детей. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Екатерина». Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»